День за днём каждый из нас проживает свою жизнь в суете и заботе. Из них складываются недели, месяцы, годы. Из судьбы каждого клинчанина складывается общая история нашего города. Не всякому удается прожить так, чтобы оставить свой след в истории своей малой родины, стать её легендой. В истории моей школы, моей гимназии, человеком, оставившим огромный след в сердцах педагогов, выпускников, гимназистов, стала Лариса Дмитриевна Мартыненко. Основатель и первый директор гимназии в нашем городе. Это была личность, способная вдохновить, поддержать и стать подлинным другом. Совсем недавно ходила с вами поиск к лидорам, заглядывая в кабинеты и очаровывая своей улыбкой. А я вспоминаю классные часы, когда Лариса Дмитриевна, находясь в этом кабинете, с таким воодушевлением и гордостью рассказывала об истории нашей школы. Да, Лариса Дмитриевна была целой эпохой, не только в жизни гимназии и тысячи её выпускников, но и в жизни Клинцовского общества. А вот интересно, как началась педагогическая деятельность Ларисы Дмитриевны? Я благодарна судьбе, что мне пришлось работать вместе с Ларисой Дмитриевной. Это уникальный человек, талантливый руководитель и педагог. Мы работали вместе с ней в старших классах. Я как классный руководитель, а она как учитель литературы и русского языка. И я посетила большое количество её уроков, потому что на них было очень интересно. Я познала для себя очень много нового. И я думаю, что дети, у которых работала Лариса Дмитриевна, всегда будут помнить её уроки литературы. Лариса Дмитриевна большое внимание уделяла сплочению педагогического коллектива. Мы очень много ездили в экскурсии. И всегда она была очень энергичной. Она никогда не говорила, что у неё что-то болит или она устала. Я всегда видела в глазах её интерес. Это был пытливый взгляд. Она всегда узнавала что-то новое для себя. А как ждали мы её рассказов, когда мы ехали в автобусе. Потому что Лариса Дмитриевна была талантливым рассказчиком. Она поменяла даты, имена. Это было удивительно. Мы всегда ждали этих рассказов. А кроме того, ещё у неё было очень тонкое чувство юмора. И поэтому слушали мы её всегда с удовольствием. Вот такой Лариса Дмитриевна всегда будет жить в моей памяти. Горько, больно и очень тяжело. Говорить о человеке, с которым более сорока лет Прошла по жизни и в горе, и в радости рядом. Ну, как не вспомнить наше с ней путешествие на Валаам, По сказочному Ладожскому озеру на теплоходе, Или же пешком по святым местам Израиля. Были мы и в Кушкинском, и Михайловске, и в Апскове. Лариса Дмитриевна. Это очень большой пласт в истории гимназии. И очень значимый. Окончила она педагогический институт в городе Могилёве, В Белоруссии. Приехала в Клинцы и стала учителем русского языка и литературы В средней школе номер один. В это время в школе был замечательный человек, Директор этой школы, Григорий Савельевич Перлин. Она научилась любить учительскую профессию И быть ей преданной. Со временем она становится организатором воспитательной работы. Интересные она пыталась провести, Да и делала мероприятия, Это и фестивали, и конкурсы песен, И, ну, интересно было, Но она всё время думала, Как сделать для учащихся Школу родным домом. И вот возникает у неё такой проект. Проект так и назывался «Школа – это дом радости». И мы все учителя поддержали её в её начинании. Вот это и фестивали, Это и всевозможные конкурсы, Это и много кружков появилось в школе, Хореографический и перческий кружок. Очень было интересным. Но в середине 80-х годов Она становится директором школы. Большой груз лёг на её плечи. Тяжело ей было. На первых порах она даже растерялась. Но вы знаете, Тогда работал очень хороший, Опытный коллектив учителей. Мы все её поддержали. И как-то вот она окрепла. И мы успешно стали жить дальше. Почему успешно? Потому что наши учащиеся Начали занимать призовые места в Олимпиадах И в городских, и в областных. И даже выезжали на республику. И вот у Ларисы Дмитриевны Возникла мысль. А мысль такая. Почему бы в Клинцах Не было бы... Почему бы в Клинцах Не появилась гимназия? Она ездила в Брянск неоднократно. Очень подробно знакомилась с работой гимназии Брянска. Близко познакомилась с директором, С коллективом учителей Брянской гимназии номер один. И это как-то её воодушевило. И вы представьте себе, В начале двухтысячных лет У центрального входа В среднюю школу номер один Митинг, праздник. А мы все являемся участниками Рождения гимназии номер один Имени Юрия Алексеевича Габарина. Когда я пришла работать в гимназию, Я помню, Лариса Дмитриевна была маленькая, Худенькая, неприметная на внешний вид женщина. Но потом, сколько мы почувствовали в ней силы воли, Характера, вести за собой наш большой такой коллектив. И особенно благодарны мы, словесники нашей школы. Она всегда умела понять, Дать добрый совет. И помню, приходила на урок, Иногда говорила, Какая молодец, Как ты хорошо сделала. А вот здесь нужно подумать И сделать как-то немножечко по-другому. И надо вот этим, Как подумать и сделать по-другому, Иногда приходилось думать и день, и два, и три, и ночь. И здорово, когда получалось это. Мы благодарны Ларисе Дмитриевне за нее чуткость и доброту. Особенно мы, женщины, которым очень трудно работать в школе. Ведь у каждой у нас были дети, Когда они были больны, Когда была бессонная ночь. И мы знали, что она поймет. Она не накричит, не обидит. Поймет, поймет. Но мы знали, за тем пониманием Стоит и большая ответственность, Что нужно быть достойным, Так, как от нас ожидают, Чтобы заслужить ее очередную похвалу. Спасибо. Молодец. Как ты постаралась. И я всегда имела возможность подойти, Посоветоваться, особенно в старших классах, А как преподнести материал по какому-то писателю. Что посоветовала она. Я всегда пыталась это осуществить. И за вот эту любовь к нам, К человеку, ее доброту, Ее желание сделать человека лучше, Учителя лучше. Мы благодарны ней, словесники нашей школы. И у меня осталось вот самое теплое, Самое нежное чувство Кларисы Дмитриевны. Я всегда, когда надеялась на нее, Полагалась на нее доброту. И она никогда не подводила нас. Спасибо ей за это. Мне очень повезло в жизни. И я, и моя дочь учились в лучшей школе города Клинцы. В гимназии номер один имени Юрия Алексеевича Гагарина. У нас была замечательная плеяда учителей. Гамулина Александра Лаврентьевна, Сафронова Светлана Петровна. Но сегодня я хочу поговорить о своем директоре. О Мартыненко Ларисе Дмитриевне. Она была нам не только директором. Она была нам доброй мамой. Она была советчиком и помощником. Это человек, к которому мы всегда могли прийти с любой проблемой. Да, она всегда нам помогала. Лариса Дмитриевна, нам вас не хватает. Для меня Лариса Дмитриевна Мартыненко являлась не только директором, коллегой, но еще и учителем. И в 10-й и 11-й класс она вела у нас в руки литературы. Это были замечательные уроки, жизнерадостные, красочные или иногда печальные, но всегда глубоко эмоционные. Как учителя мы все Ларису Дмитриевну уважили, любили, ценили ее и всегда с гордостью говорили о том, что она наш учитель. Как коллега Лариса Дмитриевна, конечно, помогала в проведении уроков, мероприятий своими такими пожеланиями добрыми, душевными. Иногда бывала очень строго говорила о каких-то недочетах, но это никогда не вызывало чувство обиды. Как директор, она всегда нас защищала. И мы чувствовали себя, знаете, как за каменной стеной. В моей памяти Лариса Дмитриевна всегда ассоциируется с первой школой. Я с ней познакомился, будучи еще учителем физики восьмой средней школы. Потому что здесь, в первой школе, она тогда еще была не гимназия, проходили семинары школы будущих руководителей. И вот тогда я познакомился с Ларисой Дмитриевной. А потом дальнейшая уже наша совместная деятельность заключалась в том, что я работал уже в отделе образования, и мы с ней создавали гимназию. Первая средняя школа, знаменитая школа города Клинцы получила статус гимназии. Мы с ней ездили и в Брянск, потому что там уже были такие инновационные учебные заведения, знакомились с системой работы, думали, как нам преломить эту работу в наших условиях. Потому что многое зависит не только от руководства кадров учительских, но и материально-технической базы. Я помню, когда покупали новое оборудование, она приходила ко мне в кабинет, и мы с ней сидели и думали, где изыскать финансы, потому что годы были-то небогатые, проблемы были. Но мы находили возможность дать нашей гимназии самое лучшее оборудование, которое было на тот момент. На ее плечах мы-то помогали, где-то что-то делали, а основная работа была на ее плечах. Ей пришлось вот эти все трудности пройти. И ремонт здания, были тут и проблемные моменты, надо было решать это все. Результаты гимназии нашей, она была, ее увидели в области. Дети становились победителями областных олимпиад. И гимназия города Клинцы стала на слуху в области. Это ее заслуга. И я еще хочу отметить такой момент, что человек отдал профессии учителя, вот как закончил институт, так и всю жизнь связала со своей этой профессией. Прекрасный учитель русского языка и литературы. Многие выпускники гимназии, даже не только гимназии, а еще первые школы, с большим теплом вспоминают ее. И сейчас я как бы меньше связан с вашим учреждением, но с людьми общаясь, разговаривая, наши дети из прогимназии, которые пришли сюда, они всегда с теплом вспоминают о Ларисе Дмитриевне. И мы должны помнить о ней. Я надеюсь, что школа каким-то образом увековечит ее память в своих музейной комнате, еще в каких-то мероприятиях. И если мы будем помнить о ней, она будет с нами. Мое близкое знакомство с Ларисой Дмитриевной и Мартыненко началось, когда я пришла работать в отдел образования Клинцовской городской администрации. В то время гимназия номер один имени Юрия Алексеевича Гагарина, это было как раз таки, речь шла именно о Ларисе Дмитриевне. Все начиналось с ее имени. И коллектив профессионалов, педагогов, в которых она зажигала своей мыслью, своей идеей строить самое лучшее учебное заведение в городе, это была Лариса Дмитриевна. Это и ученики, которые любили ее, доверяли ей. И многие из них, и по сей день, она для них остается учителем, не только учителем русского языка и литературе, но и педагогом по жизни. Многие наставнические идеи, мысли, мои дети и сейчас цитируют, когда речь идет о каких-то жизненных проблемах или вопросах. А если свет вот-вот погаснет, и кажется не уберечь учеников, не попрошен, сделать какое-то короткое замечание, какую-то короткую фразу, дать какой-то совет, и ты понимал, что не стоит опускать русский. Нужно двигаться дальше, что есть идея, ради которой нужно жить и гореть. За нами тихо наблюдают и не перестают любить. И не перестают любить. С Ларисой Дмитрием Муртоненко я познакомился очень давно, когда я еще, будучи учеником, учился либо в пятом, либо в шестом классе. Она пришла к нам в школу преподавать литературу и русский язык. В то время руководил средней школой номер один знаменитый директор, первым Григорий Савельевич. И вот я думал, что Лариса Дмитриевна стала последователем, учеником этого талантливого педагога Григория Савельевича Первина. Затем, спустя какое-то время, после того, как Григорий Савельевич умер, Лариса Дмитриевна возглавила первую среднюю школу. Также мы с Ларисой Дмитриевной совместно работали депутатами городского совета. Во втором созове, в третьем созове она была депутатом. И она мне запомнилась как яркая личность, которой не было безразличной жизни города, горожан. Она поднимала острые вопросы нашего образования в городе Клинцы. Поднимала какие-то темы и благоустройства, и наведения порядка в городе, и работа по улучшению работы правонарушений среди подростков, молодежи. Помню ее как очень хорошего депутата. Ну и далее, если смотреть на жизнь, с Ларисой Дмитриевной я сталкивался вплоть до ее смерти, когда она умерла практически ежемесячно. Мы встречались, и у меня очень теплые воспоминания. Всегда она меня приглашала на различные мероприятия школьные. В первой средней школе, в последующем гимназии, учился я, училась моя жена, учились мои дети. И вся жизнь гимназии и первой средней школы у меня была, как говорится, на ладони. Я считаю, что за это время, за время, когда гимназию руководила Лариса Дмитриевна, гимназия шагнула на ступень вверх. Я видел, сколько достижений, сколько прекрасных учеников выпускалось, какая команда преподавателей была. Все это было трогательно, хорошо. И сказать, что Лариса Дмитриевна действительно в жизнь нашего города внесла большую лепту. Поэтому царство «Небесная и светлая память». Искорбно, когда уходят знакомые люди. Вдвойне тяжело, когда уходят друзья-единомышленники. Огромное горе для родных и, конечно, для близких. Ах, горько! Настала прекрасный человек, замерзанная женщина, мать, прекрасного педагога, уважаемого коллеги и просто надежного друга Ларисы Дмитриевны Вартайменко. Мы знакомые с Ларисой Дмитриевной были более десяти лет. Всегда ждали встречи с этим удивительным человеком. Неожиданный момент, какая-то секунда, вдруг без жалости вырвало ее из нашей жизни. Из жизни, которую она так любила. Тяжело на душе. Страшная весть о смерти Ларисы Дмитриевны стала большим ударом для всех нас. Ее друзей из города Калингович, из Беларуси. Коллега по работе, жителей Клинцов. Да, она была настоящей. У Ларисы Дмитриевны было быстрое чувство справедливости. Ее открытость, честность и принципиальность, ум, талант и мудрость вызывали безграничное уважение. С ней всегда было очень интересно. Я уверена, что никто никогда не сомневался в ее человечности, порядочности, удивительной работоспособности. Лариса Дмитриевна умела остро шутить и радоваться жизни. В памяти всех, кто знал эту светлую женщину, она останется профессионалом с большим лукой, любящей мамой, красивой женщиной. Нам так будет ее не хватать, этого жизнерадостного человека. Мы всегда будем помнить нашего друга, дорогую нашу Ларису Дмитриевну. Лариса Дмитриевна это, конечно, такой человек очень интересный, своеобразный, очень умный человек. Но одно то, что она была директором 30 лет в такой школе самой лучшей, самой передовой, потом стала директором гимназии. И в то же время надо было быть человеком очень сильным, властным, потому что человек всегда любила жизнь. Даже, ну, такой факт, может быть, не очень, нельзя сказать, красиво, но после ее смерти принесли только живые цветы. Очень мало было венков, а все все равно воспринимают ее как живую. и, знаете, вот эта любовь, она очень много читала, очень, она знала очень много, и когда она мне стала спрашивать вопросы по истории, это была мне, ну, пятерка, потому что она очень много читала, она могла задать, ну, как бы, такие вопросы, и я даже удивлялась, потому что это, ведь, не историк, литератор, да, очень много знала о истории нашего края. И потом очень любила жизнь во всех ее проявлениях, любила путешествовать, и я вчера вечером, честно говоря, до ночи, ну, что было понятно, до полвторого смотрела фотографии, я хотела найти еще и фотографии, не все нашла, и я вот какую не найду фотографию, где мы ездим вместе, и везде она. Она сама организовывала путешествия, поездки, ездила вместе с нами, мы ездили в Оптину пустыню, мы ездили в Псков, чтобы так себе представить, что это ночь в пути, в Псков, потом мы едем туда же, второй день мы были по пушкинским местам, она всегда интересовалась, все вот какие-то поездки, все эти экскурсии, сколько раз мы ездили в Гомель, потом даже, когда я просто классный руководитель приглашала, она с удовольствием ездила с нами, вот всегда интересовалась, и в то же время, знаете, вот никогда не выпячивалось, что вот она директор, вот, ну, как бы, знаете, вот все равно, она зашла, она директор, она ответственна, нет, она сидела на экскурсии, интересовалась всем этим, да, очень интересно рассказывала, и если там кому удалось быть у нее на уроках, или, допустим, просто слушать ее объяснения, это рассказы, она очень увлеченно рассказывала, да, и узнала хорошо, вот не только историю края, историю нашей школы, и сколько мы проводили с ней классных часов, она с удовольствием детям рассказывала, и как-то доходчиво, умела рассказать и маленьким, и средним классом, и большим обращалась, да, и, конечно, вся увлекалась, очень-очень много, очень тонко знала, да, и умение вот это вот разговаривать, быть человеком, руководителем, это великое умение, да, и поэтому, ну, только доброе. Я знаю, что, будучи на заслуженном отдыхе, Лариса Дмитриевна продолжала свою педагогическую деятельность и готовила учеников нашей школы к конкурсу чтецов, «Живая классика», где те получали призовые места на международном, областном и муниципальном уровне. Среди ночи Гриша проснулся от крика, «Помогите, люди добрые!» Спросонья во тьме он ничего не понял и страх обуял его. Карточки, синие платочки завязаны, люди добрые, может, кто поднял?» Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. «Во тьме, в тишине так ясно слышалось ее тяжелое дыхание, она словно набиралась сил». Только что я прочитал фрагмент прозы, которую я прочитал в Брянске и поехал в Артек. На самом деле для меня это тогда была большая победа, потому что я впервые смог сделать такой прорыв и выступить уже не на уровне области, а на уровне всей России. Но всего этого бы не было, если бы не такой педагог, наставник, как Лариса Дмитриевна. Этот человек не просто мне помог правильно и красиво прочитать прозу на сцене. Этот человек мне помог влиться и вжиться в каждое слово, которое я читал. Этот человек открыл мне глаза благодаря своим рассказам, что такое на самом деле война. Благодаря этому человеку я понял, что война — это тяжелое событие. Это то, что невозможно и не нужно пережить любому из нас. Лариса Дмитриевна была человеком, который мне всегда помогал в моих прозах, помогала мне готовиться, даже когда я этого не делал. А были и такие случаи. Этот человек по-настоящему раскрыл во мне талант, который был во мне, но его надо было раскрыть. Именно благодаря ей я смог это сделать. И за это я ей очень благодарен. И на самом деле для меня было очень тяжело, когда я понял, что этого человека больше с нами нет. Лариса Дмитриевна по-настоящему по-настоящему великий человек для нашей школы гимназии номер один имени Юрия Алексеевича Гагалина. Она вложила туда много сил, много терпения. И за это мы должны быть все благодарны и всегда чтить ее память. С Ларисой Дмитриевной впервые мы познакомились в 2013 году на линейке 1 сентября. Мне запомнились ее наставления о том, что нельзя держать руки в карманах, о том, что ученики всегда должны здороваться с учителями, о том, что ученики гимназии должны быть примером для других, быть лучшими. Впоследствии Лариса Дмитриевна в силу возраста покинула пост директора гимназии, но не покинула школу. Школа была для нее вторым домом. Она очень часто посещала нас, проводила различные экскурсии, рассказывала о истории школы, о ее истоках, о том, какие люди учились в нашей гимназии. Она знала буквально все о нашей школе. Этот человек буквально отдал жизнь, работая, трудясь на благо гимназии. Это человек, благодаря которому наша школа стала именно гимназией. Я много раз участвовал в конкурсах чечцов, и Лариса Дмитриевна подготавливала меня к этим конкурсам. Благодаря ее стараниям, ее трудам не удавалось достичь высоких результатов. Приходя к ней на занятия, я чувствовал ту энергию, ту теплоту, которую она давала мне. Общаясь с этим замечательным человеком, я понимал, насколько Лариса Дмитриевна умный, начинанный человек. Она знала буквально все произведения русской классики, да, наверное, и не только. Очень часто она давала свои наставления на жизнь, об учебе, о выборе в дальнейшем, о том, как нужно строить свою жизнь, о том, как поступать нужно, о том, как поступать нельзя. Приводила очень много примеров из своего личного жизненного опыта. Вот буквально недавно, буквально полгода назад мы виделись с Ларисой Дмитриевной, готовились к очередному конкурсу. Но, к сожалению, весть о том, что ее больше нету, буквально раздавила нас. Мне очень не хватает этого человека, человека, который буквально вывел меня на все конкурсы, в которых я участвовал, человека, который во многом сделал меня, благодаря которому я являюсь тем, кем я сейчас являюсь. Спасибо вам большое, Лариса Дмитриевна, за ваши старания, за все то, что вы вложили в нас. Лариса Дмитриевна была очень хорошим человеком. Она всегда готова помочь в трудную минуту. Лариса Дмитриевна обучала меня русскому языку и грамотности. Всегда была готова поддержать и прийти на помощь в трудную минуту. На моей памяти Лариса Дмитриевна осталась незабываемым человеком. Это тот человек, который в силу своего большого опыта передавал нашему поколению, нашим ребятам, ученикам гимназия номер один. Лариса Дмитриевна, я знаю очень давно. Мы много раз общались, пересекались в разных ситуациях. Это всегда был человек с большой буквы. Она рассказывала, как она училась в Белоруссии, в Могилеве. Рассказывала, как она ходила на секцию по плаванию. Она замотивировала меня, чтобы я отдал детей на секцию плавания, потому что плавание дает для организма и для человека очень много сил. Она очень много, очень много сделала для моей семьи. Она помогла Ярославу, моему старшему сыну, стать военным. Она помогла ему своим наставничеством, своей силой воли, своим характером получить золотую медаль. То есть она, где он немножко так сомневался, где-то расстраивался, она его держала в руках, мотивировала. Этот человек для первой школы был фундаментом. Она держала всех, как целое здание, в большом, сильном кулаке. Благодаря этому ее мужеству, ее отваге и героизму школа была лучшей в городе. Она стала при ее директорстве гимназией. Она много лет была директором. Сейчас ее не хватает. Нет того человека, который держал всех учителей, заучей, как одно целое. Тот человек, который вырастил учеников, и эти ученики вернулись в школу. И они стали также преподавать и передавать опыт, который дала им Лариса Альмина. Отдавая тепло нам, открывали сердца свои. Нас любили учителя, нас жалели порой и они. Опустел наш любимый класс, не слышны в нем ни шум, ни гаун. Грустно стало ему без нас, без него стало грустно нам. Опустел наш любимый класс. Лариса Дмитриевна, для кого-то она была учителем, для кого-то руководителем, для кого-то директором, а для меня бабушкой и лучшим другом, который всегда мог найти слова поддержки и дать совет в трудную для меня минуту. Ей можно было доверить абсолютно любой секрет, можно было разговаривать на любые темы, миллион часов подряд, с ней всегда было интересно, она была для меня нравственным ориентиром. С бабушкой мы были близки с самого детства, мы много проводили времени вместе, она наставляла меня, любила и гордилась мной. Бабушка всегда была, есть и будет частичкой моей души и сердца. Знаете, когда-то я услышала такую фразу, что порой для того, чтобы осознать масштаб личности человека, ему нужно уйти из этой жизни. Вот, к сожалению, так произошло и с моей мамой. Наверное, даже я сама не догадывалась и не осознавала, скольким людям в этой жизни она дала дальнейшую дорогу, скольких людей она наставляла на путь истины, скольким людям она помогала и словом, и делом, скольких учеников она научила правильным правильным мыслям, правильным делам, скольких она выпустила в свет с тем, чтобы они еще очень много лет возвращались в школу, как в свой второй дом с приятными светлыми воспоминаниями. Все мое детство мне всегда казалось, что работа у мамы была на первом месте, потому что очень много времени она ей посвящала, и даже дома она очень много очень страстно эмоционально рассказывала о том, что происходило в школе. Наверное, не мне судить, каким она была коллегой и руководителем, тем более, что я не совсем наверное объективна, но человеком она была замечательной, несмотря на то, что все говорят про ее внутреннюю силу, она была очень ранима. Ее было достаточно легко обидеть, а она очень много и долго переживала, особенно когда считала, что обидели ее несправедливо, а такое ведь бывало в жизни не раз. Это один из немногих учителей в моей жизни, которой я ходила на уроки уже будучи руководителем, которая умела играть на струнах души, как на музыкальном инструменте. Я всегда на ее уроках плакала, потому что такие искренние и правильные чувства вызывали ее слова не только у меня, у детей, которым она преподавала. Она учила их жизни через произведения, через литературу. Она учила их видеть прекрасное. Она очень любила людей, порой даже слишком. мне иногда казалось, что как будто на ней розовые очки, потому что она во многих людях видела лишь хорошие, как будто не замечала или старалась не замечать их недостатки. Почему-то их видела я. Она всегда умела на любое событие посмотреть с положительной страной. Как-то она всегда умела во всем плюсы находить. Я очень любила жить. Учителя не умирают, их души продолжают жить. Так свечка плавится и тает, но не перестает светить. А если свет вот-вот погаснет и кажется не уберечь, учеников зажгутся свечи все от одной. Десятки свеч учителя не умирают, их души вечно будут жить, их звезды в темноте мерцая. За нами тихо наблюдают и не перестают любить. Давайте все будем достойны того, чье имя носит наша школа. б се в